Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продирайтесь внутрь вулкана в перчатках-сокрушителях Техника будущего поможет исправить прошлое А всю эту технику придумал отец семейства Робинсонов Он изобрел такие вещи, как устройство для воспроизведения воспоминаний И кучу других мелочей А также саму машину времени А сделаны их всего два экземпляра И именно с ними будет связана история игры Играть мы будем за сынишку этого гения Уилберга Сюжет игры повествует о том, что в мультфильме не рассматривали Поэтому неплохо посмотреть кино перед тем, как начать играть Игра поступила в продажу 27 марта 2007 года Системные требования к игре Процессор 1,5 ГГц 256 МБ оперативной памяти 2,5 ГБ на жестком диске А также 128 МБ видеопамяти В игре совершенно нет оружия Вместо него используются так называемые гаджеты Например, с помощью дисассемблера Вы можете расщепить какой-нибудь предмет на различные элементы А если вам придется сражаться Тогда берите перчатку для Чарльж Бола Правда, им не очень удобно прицеливаться А еще есть боевой электрошок Его используют в специальных местах Вы будете отбивать им разряды, которые отскакивают от стен И пытаться поразить ими ворота противника Есть и другие интересные устройства В общем, вам будет чем развлечь себя С геймплей мы ставим 4 балла Одно из основных достоинств игры Это анимация персонажей Все они сделаны очень качественно и не без усердия У каждого есть свой особый характер Например, вас точно порадуют поющие лягушки Или осьминог дворецкий Наша оценка внешних данных 5 баллов с минусом Не все так гладко и идеально в этой игре А вот озвучка просто замечательная Голоса всех персонажей — это превосходная работа актеров А диалоги слушать забавно и просто интересно Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов В гости к Робинсоном Это тот же мультик, только в интерактивном варианте И с немного другими событиями Нарисовано все хорошо, а озвучка великолепная Наша общая оценка игры — 4 балла Почему не 5 — сейчас узнаете Все в этой игре хорошо И сами диалоги, и шутки, и мимика персонажей Практически у каждой локации и любого персонажа есть свой шарм Своя особая внешность Но чего-то игре не хватает Возможно, дело в не самой удобной камере Если во время обычного геймплея все спокойно То при виде босса в конце уровня Камера начинает биться в конвульсиях В общем, если игра вам понравилась Тогда смотрите наши ответы на ваши же вопросы по прохождению В основном все ваши вопросы про использование гаджетов Поэтому сейчас мы вкратце расскажем о них Итак, сканер — это гаджет хранит информацию о людях, местах и предметах Используйте его, чтобы найти слабые места противника Хава-гловс или перчатки-сокрушители Используйте для перемещения предметов или полного разрушения Про дизассемблер мы уже говорили Если вам надоело играть с одними и теми же противниками Вам нужно открыть новых В игре есть такая возможность И последнее — так называемые экшен-фигас Собирайте их Это что-то вроде вашей награды за открытие и сканирование Во время разработки этой игры представители 1С грустно шутили Зато теперь можно говорить, что мы делали Вторую мировую столько же времени, сколько длилась настоящая Вторая мировая На деле же разработка игры длилась еще дольше Результат, тем не менее, совсем не разочаровывает Но стоит понимать, что стратегии в реальном времени бывают очень даже разными В случае со Второй мировой приходится подолгу сидеть в паузе И вдумчиво планировать каждый чих своих подчиненных В России продажи стратегии в реальном времени Вторая мировая начались осенью прошлого года До западных геймеров игра добралась совсем недавно Сменив название на Fear of War 2007 От игрока здесь требуется потрясающее доскональное знание возможностей всех подчиненных Отдельная радость — это дизайн миссий и кампании Задания воссозданы с высокой исторической точностью и временами потрясают своей неожиданностью Так, в начале французской кампании вы не бежите с позором А участвуете в контрнаступлениях и поддерживаете лихо раскидывающую немцев английскую армию Добавить в игру поляк и французов — очень правильный и неожиданный шаг со стороны разработчиков Несмотря на всю избитость темы Второй мировой, как раз две этих стороны игрокам практически незнакомы Рекомендованные системные требования таковы Процессор с частотой 3 ГГц Гигабайт оперативный и 256 МБ видеопамяти На жестком диске Вторая мировая займет 4 ГБ Идеологическая основа геймплея Второй мировой находится за пределами жанра РТС Представьте себе Company of Heroes, где вам необходимо контролировать количество боеприпасов танки Нельзя производить новых юнитов Солдат надо самолично рассаживать внутри танка и следить, чтобы хороший водитель случайно не оказался на месте стрелка Добавьте сюда хрупкую мораль подчиненных, детальную баллистику, историческую достоверность и огромные открытые пространства Вот так должно быть и выглядела настоящая война Пятерка за геймплей, а вот графика, к сожалению, никуда не годится Главной визуальной достопримечательностью игры являются модели техники Все остальное — солдат, анимация, ландшафт и строение — выглядят, мягко говоря, странно Не заслужил похвалы и интерфейс Треть экрана занимают технические характеристики юнитов А подсказки набиты таким мелким шрифтом и содержат такую бесполезную информацию, что вызывают откровенную злобу Тройка за внешний вид Не лучше дела обстоят и со звуком Звучащие фоном марши очень быстро утомят даже самого большого поклонника игр о Второй Мировой Сообщения от ваших подчиненных разобрать практически невозможно Даже несмотря на то, что звучат они на родных языках воюющих Тройка за звуковое сопровождение Вторая Мировая — это действительно не игра, а скорее интерактивный учебник Тут, кстати, встроена колоссальная энциклопедия с трехмерными моделями и подробным описанием техники Это, очевидно, выдающийся проект, рассчитанный на небольшую, но сплоченную и внимательную группу игроков Четверку получает сегодня Вторая Мировая Единственное, что немного разочаровывает — это графика Обещание сделать в игре потрясающую детализацию разработчики сдержали Камеру можно опускать почти к земле, чтобы внимательнее разглядеть, что вот эти два Т-34 погибли совершенно по-разному Но, увы, Второй Мировой не хватает лоска, не хватает зрелищности, не хватает сочных спецэффектов Хотя настоящая война, наверное, выглядела почти так же — хмуро, сурово и очень жестоко Любителям документалистики наши ответы на ваши вопросы Вопрос А трава, да и вообще растительность влияет на видимость пехоты и техники? И можно ли, например, спрятать своих людей в поле? Отвечаем Да, пехоту в траве не видно, и в кустах, кстати, тоже Пользоваться этой функцией нужно для устроения засад и неожиданных нападений с флангов Вопрос А как можно повысить мораль бойцов? А то они у меня постоянно разбегаются, как только начинается стрельба Отвечаем На мораль влияет опыт предыдущей баталии, близость своих войск и отсутствие ран К тому же мораль могут повысить боевые награды, повышение воинском звании и нахождение под управлением опытного командира Вопрос Как обеспечить свои войска достаточным количеством боеприпасов и горючего? Отвечаем Ящики с боеприпасами входят в боекомплект юнитов Они могут перевозиться грузовиками снабжения Не забывайте о том, что горючие и снаряды можно захватывать непосредственно во время боя Смотрите во второй части программы! Воины древности! Спарта! В игре можно захватывать не только корабли, но и практически любую технику Даже клинки и щиты павших бойцов можно успешно Переправлять на свою базу и вооружать ими своих воинов Destination Treasure Island Можно только догадываться, что эти талантливые разработчики сотворили бы, если бы у них была хорошая финансовая поддержка Смотрите во второй части программы! Destination Treasure Island Можно только догадываться, что эти талантливые разработчики сотворили бы, если бы у них была хорошая финансовая поддержка Воины древности! Спарта! В игре можно захватывать не только корабли, но и практически любую технику Даже клинки и щиты павших бойцов можно успешно переправлять на свою базу и вооружать ими своих воинов Последней игрой, в которой мы могли реально ощутить себя пиратами, была Monkey Island Последняя часть этого сериала вышла еще в далеком 2000 году И только сейчас, благодаря новой игре, Destination Treasure Island, мы снова можем ощутить себя в шкуре настоящих пиратов Правда, играть мы будем за молодого Джина Кокинса Смотрим! Завершив головкружительную погоню за пиратским золотом, Джим Хокинс вернулся в Англию, купив дом и стал успешным и предприимчивым молодым человеком Жгучее желание вновь ощутить пьянящий вкус месси Рома, порохового дыма и морской соли свело шансы юноши на размеренную и спокойную жизнь к нулю На оставшиеся деньги Джим приобретает себе яхту и отправляется в Вест-Индию навстречу новым приключениям Атмосфера безмятежности, в которой проходило плавание, была в одночасье разрушена появлением пернатого гостя Верный спутник капитана Флинта принес Джиму послание от старого морского волка В письме умирающий пират рассказывал о несметных сокровищах, спрятанных им в одном из потаенных уголков Карибского моря, где Флинт провел последние годы своей жизни Взяв курс на остров, хранящий в своих недрах золото одного из самых отчаянных хлебустьеров 18-го столетия Джим знал, что в это же время все ренегаты, воры и убийцы, бороздящие моря Южного полушария, плывут в сторону архипелага следом за ним Игра поступила в продажу 12 апреля 2007 года Рекомендуемые системные требования Процессор 1 ГГц 128 МБ оперативной памяти И 64 МБ видео А также 1,5 ГБ на жестком диске Загадки в игре очень просты Даже элементарны Практически все они основаны на работе с инвентарем Вам не придется выискивать мышкой мелкие объекты Так называемый пиксель хантинг Все логические загадки проходятся методом проб и ошибок В игре нет паззлов, лабиринтов, нет озвуковых загадок Есть только одна головоломка с цветными элементами В отличие от еще одной игры Return to the Mysterious Island от этих же разработчиков Хеоп Студиус В этой игре не будет никакого экшена И вы не сможете умереть Короче, эта игра очень проста И несмотря на это наша оценка геймплея 4 балла С самого начала становится понятно Что разработчики создавали игру в условиях ограниченного бюджета Весь остров наполнен точно прорисованной флорой и фауной Очень красивое небо и облака С другой стороны Неуклюжие водные эффекты И странная анимация лиц персонажей А еще очень мало роликов Вместо этого нам дают нарезку из каких-то голимых картинок Наша оценка внешних данок Дестинейшн Трежер Айланд 4 балла В игре очень мало диалогов между персонажами А те, что есть, не самая лучшая работа актеров Музыка наоборот, приятная и меняется на различных локациях Наша оценка озвучки 5 баллов с минусом Можно только догадываться, что эти талантливые разработчики сотворили бы Если бы у них была хорошая финансовая поддержка Дестинейшн Трежер Айланд игра с юмором и сделана с любовью к жанру Наша общая оценка игры 4 балла Многие из вас уже знают, что лично я люблю адвенчуры, квесты и все такое И больше всего в Дестинейшн Трежер Айланд меня радует отсутствие пиксель-хантинга И вообще игра достаточно простая Вам даже разложат по составляющим любой предмет Чтобы вы могли посмотреть, из чего он состоит Или вы сможете увидеть, что для окончательной сборки чего-то не хватает Немного проскинули мозгами и у вас точно все получится Для тех же, у кого мозги прикипели, наши ответы на ваши вопросы Первый вопрос Помогите мне, пожалуйста Я застряла в самом начале Что делать в каюте корабля? Отвечаем Для того, чтобы выйти с корабля Нужно соединить две веревки и привязать их под локотнику скамьи И вылезти в окно Следующий вопрос А как перебраться на другую сторону пропасти в самом начале? Отвечаем Подтяните к себе вагонетку Разберите ее Используйте на ручке вагонетки ролик и штырь Вешайте отремонтированную вагонетку обратно на тросы И переправляйтесь на другую сторону Следующий вопрос Ну никак не могу пройти каменную голову второй части острова Что мне делать? Отвечаем Возвращайтесь к развилке и возьмите каменные диски Идите налево и вставьте их в отверстие в скале Кролик соответствует единице Обезьяна пяти А змея тринадцати Вот такой вот запах На создание этой игры разработчиков из World Forge вдохновил фирм Троя События стратегии происходят в Древней Греции Вначале даже планировалась игра в духе ROM Total War Однако в процессе работы создатели Спарты от этой идеи отказались И в итоге соорудили привычную РТС Снабдив ее ввозом занятных новинок О них прямо сейчас Авторы приготовили три кампании За спартанцев, египтян и персов Все они освещают одни и те же события Так что можно взглянуть на происходящее с разных точек зрения Подход не самый оригинальный Но следить за драматическим падением Спарты Из разных лагерей довольно любопытно Кроме привычных сухопутных сражений В Спарте иногда случаются и впечатляющие морские баталии Сплошное удовольствие смотреть Как корабли обмениваются залпами из баллист Затем чинно сближаются Команды закидывают абордажные крюки И начинается бой В случае победы корабль на законных основаниях Переходит под командование игрока Захватывать в Спарте можно не только корабли Но и практически любую технику Даже клинки и щиты павших бойцов Можно успешно переправлять на свою базу И вооружать ими своих воинов Требования к игре таковы Процессор с частотой 2,8 ГГц Гигабайт оперативной И 256 МБ видеопамяти На жестком диске игра Войны древности Спарта Займет 4 ГБ Однако главная местная достопримечательность Конечно, не сюжет, а геймплей Дело в том, что в Спарте нет заранее готовых юнитов И каждого солдата надо конструировать самолично Для начала выбирайте тело будущего воина Он может быть худым и быстрым Или накачанным и медлительным Затем снабжаете солдата оружием Выбор богатый Несколько видов мечей Трезубцы Топоры И копья На словах звучит впечатляюще Однако уже к середине игры становится понятно Что увлеченный колдовать над юнитами просто бессмысленно Ибо залог победы Тупо изучить все доступные апгрейды И тотчас вооружить армию самыми мощными щитами и топорами Тому есть две причины Во-первых, ресурсы тут почти бесконечны Так что можно не экономить Во-вторых, компьютер атакует столь вяло Что вы с легкостью можете потратить час-другой На производство самых сильных солдат Четверка за геймплей Графика в Спарте заслуживает исключительно ласковых слов Солдаты издания отличаются высокой детализацией И очень приятной анимацией А здешняя физика запросто может дать фору Age of Empires 3 Кроме того, глаз радует очень приличные спецэффекты Охваченные пламенем постройки и мариват пожарич выглядят весьма убедительно Пять баллов за графику Звуковое сопровождение вас также не разочарует Фоновая музыка совсем незаметна, но тем не менее Она задает нужный ритм и атмосферу игры Во время боя слышно, как звенят мечи и кричат раненые воины Пятерка за звуковое сопровождение Главная проблема Спарты состоит в том, что тут полным-полно действительно занятных Но совершенно бесполезных приемов Несмотря на потрясающий внешний вид, геймплей напрочь лишен какой-либо интриги Всего лишь натянутую четверку получает сегодня игра Воины древности Спарта К нашему большому сожалению, Спарта оказалась игрой больших Но в подавляющем случае нереализованных возможностей Разработчики потратили внушительное количество времени и сил, чтобы прикрутить многочисленные приблуды Но как-то не сумели сложить из них функциональный геймплей Большинство миссий выигрывается банальной постройкой пары десятков мощных юнитов Но тем не менее, вопросов по игре накопилось достаточно И на некоторые мы прямо сейчас и ответим Вопрос А как мне сделать всадника? Я построил конюшню, но все равно ничего не получается Отвечаем В конюшне вы можете заказать лошадь, а затем взять любого воина и сделать из него кавалериста Также будьте внимательны во время боя Если убили всадника, то лошадь можно снова оседлать Также можно захватывать вражеских скакунов или даже слонов Вопрос Никак не могу захватить крепость и сломать вражеские постройки Но что мне делать? Отвечаем При штурме вражеских укреплений не поленитесь захватить с собой лестницы Дав тем самым возможность своим воинам забраться на стены и перебить лучников Хотите разрушить здание? Запомните, что оно здесь не рубится мечами на куски А как и положено, поджигается с помощью факелов и сгорает дотла Или не сгорает Многое в игре зависит от капризов погоды Дождик запросто может потушить пожар А подувший сильный ветер перебросить пламя на соседние здания На сегодня это все Меня зовут Борик Ротер, это был Фак Заходите в форум на сайте moos.tv.ru Я и там общаюсь с вами Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.moos.tv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok